Мы предлагаем вашу вниманию доклад, у нас коллектив, то есть я, Вадим Петрович, Голубятников, Евгений Павлович Лакитин и Наталья Евгеньевна Бондаренко. Значит, работа поддержана, выполнена по госзаданию. Мы обсуждаем геометры фазовых партиллерий и динамических систем биохимической кинетики и нас интересуют циклы и, собственно говоря, их взаимное расположение, существование устойчивости. Ну, единственность, либо не единственность. Так получилось, что вчера Вадим Петрович анонсировал часть результатов этого доклада, поэтому, вероятно, у меня будут некоторые повторения. Ну, вот, скажем, хочу напомнить, что по предыдущему докладу, что Андрей Александрович Акиншин получал картинки, рисовал картинки очень красиво. Это так. И вот это получено для систем больших размерностей. Вот сейчас я предлагаю вашему вниманию обсуждение трёхмерной системы, вот подобной. Значит, К1, К2, К3 – это некоторые коэффициенты, а Л1, Л2, Л3 – это монотонно убывающие функции. Так называемые отрицательные связи, то есть это скорость распада компонентов. Значит, какие функции берутся в качестве подобных функций в биологии? Ну, во-первых, значит, мы рассматриваем систему взаимодействия веществ. Вот это вот как раз такая картинка, показывающая взаимодействие систем. Вот такими вот, как бы, перевернутыми буквами «Т» показаны отрицательные связи, то есть с стрелочками положительности. Что такое отрицательные связи? Это значит, концентрация вот этого вещества влияет, подавляющее, на концентрацию следующего вещества. Вот в качестве функции «Л» в биологии обычно рассматриваются функции «Хива» вот такого типа. Это функции монотонно убывающие, но мы будем рассматривать вот такого типа ступенчатые функции, потому что при больших степенях гамма, вообще говоря, функции «Хива» становятся практически ступенчатыми. И мы сейчас будем рассматривать одноступенчатые функции. То есть вот у нас есть некоторая величина «А» и до точки «Е», и дальше у нас «Ноль». Вот это вот мы будем рассматривать. Вот, значит, инвариантной областью нашей системы является вот следующая область. Вот, теперь как мы будем… Значит, у нас точка «Е» – точка стационарная, и мы разбиваем наш вот этот вот куб, нашу область, мы разбиваем гиперплоскостями, которые содержат вот эту вот точку. Нас интересует «Н» равное 3. Значит, теперь, так как у нас функции «Л» такие вот специфического вида, то у нас в каждом блоке система принимает вот такой вот вид. Теперь, как мы будем описывать дальнейшее прохождение цикла через блоки? Во-первых, ну, как-то надо назвать эти блоки. Вот для записи мы используем такие вот бинарные мультииндексы. Причем вот эти вот «Эпсилон» принимает значение «Ноль», если соответствующая компонента меньше «Единицы», и «Единица», если эта компонента равна «Единице». Ну, и вот у нас получается, что для каждой пары, есть «Лемма», значит, для каждой пары соседних блоков траектории точек общей грани переходят либо из «Б1» в «Б2», либо из «Б2» в «Б1». Значит, вот если у нас мы рассматриваем точку гладкие динамические системы, то роль точки «Е» играют стационарные точки. Ну, стационарная точка находится вот таким вот образом, то есть мы ее определяем, но в данном случае я буду рассматривать только ступенчатые функции. Значит, ну, это достаточно давний результат уже, то есть Вадим Петрович говорил о нем, что вот невыбукойная вариантная область системы состоит вот из таких вот шести призм, то есть все траектории у нас будут находиться вот там, вот в этой вот области, которая представлена вот на данной картинке. Значит, вот если у нас функция одноступенчатая, то цикл траектории системы проходит по следующей цепочке блоков. Значит, что такое одновалентно? Тут написано вот одновалентные блоки, что это такое? Ну, на самом деле, это моментность блока – это количество граней вот этого вот разбиения, которое проходит траектории. А вот смотрите, значит, у нас блок 0,0,1 – это блок, у которого первые две координаты меньше единицы, последняя координата единицы. Вот. Дальше у нас первая координата – единица. Первая координата – меньше единицы. Вторые координаты – у нас больше единицы. То есть идет вот так вот траектория, потом у нас идет, значит, первая у нас больше, меньше единицы, потом больше единицы, меньше единицы. Ну и вот показана вот эта вот диаграмма движения цикла. Ну, на самом деле, как строится? Вот здесь у нас мы рассматриваем различные, то есть вот если мы рассмотрим блок 001, то система выглядит вот следующим образом, и решением будут являться дробнолинейные функции. Ну, если... И мы получаем вот такое вот решение. Значит, в дальнейшем мы хотим рассмотреть все-таки систему более сложную, то есть вот на самом деле это вот такая вот, это достаточно старый результат, и мы его уже там неоднократно докладывали. А теперь, значит, поменяем функцию, то есть мы будем рассматривать функцию более сложного вида, то есть так называемую трехступенчатую функцию. То есть вот до некоторой точки С эта функция имеет высоту 2С, С минус Эпсион, дальше от точки С минус Эпсион до точки С это будет С плюс Эпсион, и от точки С до С плюс Эпсион, С минус Эпсион, и от С плюс Эпсион до 2С у нас будет ноль. Но в данном случае для того, чтобы... Вот инвариантная область здесь представлена, и... В данном случае вот подобные плоскости разбивают блок на 64 блока, но теперь мы будем нумеровать блоки следующим образом. Вот если у нас координата меньше, чем С минус Эпсион, то, значит, мы будем пользоваться... Это будет блок... Значит, это будет мультииндекс будет А, дальше, значит, у нас индекс будет А, то дальше у нас будет ноль, один и Б. То есть мы будем использовать вот такой четырехбуквенный алфавит. Но, в принципе, вот в этом вот блоке, вот если мы будем рассматривать вот так подобную область, С минус Эпсион, вот такую вот, то у нас, вообще говоря, задача сводится к предыдущей. Вот. И по... Вот... Как и выше, вот был у нас цикл представлен, то вот здесь траектория бегает вот по подобным вот, по вот таким вот блокам. Здесь красным подчеркнуты блоки с валентностью 2. Поэтому у нас вот это вот неинвариантная такая область. Вот. Ну и как это строится? Значит, вот мы берем, например, на грани F0 точку и строим решение. Все траектории у нас стремятся вот к точке 2, C, 0, 0. Это прямые, потому что мы вот для наглядности рассматриваем в случае К1, К2, К3 – это единицы. Вот. То есть вот они единицы вот так вот идут. Вот. И вот это уравнение прямых, да? И вот дальше проходит... В траектории попадают некоторую подобность на грани F1. Ну и дальше по вот этой диаграмме мы смотрим, как идет траектория. Ну, в данном случае мы ищем неподвижную точку. И что нам надо? Нам нужно, чтобы каждая траектория из данной области возвращалась в эту же область. Если траектория возвращается в свою начальную точку, то иначе нет. Но 18 шагов – это достаточно проблематично. Мы проводили... Вообще-то говоря, если посмотреть внимательно на вот эту вот траекторию, то видно, что через три шага, собственно говоря, все повторяется. только с заменой... Ну, с циклической заменой компонент. Вот. И если мы выразим... Ну... Так. И мы в грани, значит... А, ну вот если мы будем выражать компоненты через компоненты, получаем уравнение, в одном случае мы получаем уравнение параболы, а в другом компонент гиперболы. И нам нужна только та точка, которая лежит вот в области от нуля до С минус Эпсилон. То есть вот здесь только точка. Вот. Точка такая существует. И таким образом мы получаем, что объединение этих 18 блоков содержит цикл, но при условии, если вот 4 Эпсила меньше С, меньше равно С. Значит, ну асимметричных циклов у этой системы нет. И вот есть еще один цикл, который содержится вот в этом вот блоке. И... Ну вот Евгений Павлович Волокитин получил эту же графику. То есть вот инвариантная поверхность, циклы. Ну и вот проекция цикла на плоскость OXY. То есть вот с данными... Привод данных значения в параметре. Ну это уже вот тоже. Вот видно, что тут есть внутренний такой вот цикл, да, и вот этот вот внешний. Ну, получались картинки именно с прямыми, потому что там у нас мы брали значения K, все K равны единице, и там действительно про траекторию это прямые. Вот еще... Картинки при вот таких вот значениях параметра и вот при таких. Ну и подобным образом можно получить цикл для пятиступенчатой функции, построенной вот следующим образом. В данном случае у нас уже блоки мы нумеруем следующим образом, что вот если мы идем до точки С минус эпсилон, мы будем называть это альфа. Дальше А, 0, 1, Б, бета. И такая у нас теорема, что, значит, если 4 эпсилон меньше равно С, а 4 дельта меньше равно эпсилон, то существует три цикла. И вот Евгений Павлович Волокитин получил иллюстрации для этого. И вот... Читаю. Перед. И вот по следующим блокам как раз вот этот вот цикл и идет. Ну, он такой достаточно долгий. Значит, это 30 блоков. Ну, и по вот этим вот результатам вот статьи, опубликованные, вот, 22-й, 23-й, 24-й год. У меня все. Вопросы здесь. Евгений Павлович не пришел. Евгений Павлович, да. Можете, пожалуйста, есть один вопрос. Первый вопрос. Как мы входим по циклам? Тут по подлогам не очень понял. Можете, пожалуйста, повторить вкратце? Какие нам монотонность функции L? Монотонность функции L, потому что в биологии мы используем... Вот это на самом деле мы работаем с биологами, и они вот для моделирования используют монотонные функции, которые моделируют отрицательные связи. Вот, поэтому функции. Так мы бегаем по блокам, да? Ну, вот тут, смотрите. Мы берем данные на какой-то грани, пишем уравнение и смотрим, куда, в какую сторону идет, грубо говоря, этот триктор. А потом мы находим точку и снова, значит, принимаем изначально и решаем следующую. Ну, то есть, и мы каждый раз строим вот такую вот диаграмму. Ну, то есть, уже смотрим, куда что может пойти. Поэтому как раз и идет, что вот там есть блоки одновалентные, где через одну грань, а существуют блоки, где они могут пройти там через две грани. И вот для различных задач там построены даже диаграммы, где там валентности блоков расписаны. Ну, это более... Еще один вопрос, если вы позвольте. Они устойчивые или неустойчивые циклы? Ну, там есть устойчивые. Вот маленький цикл вот здесь устойчивый, а большой у нас, по-моему... Что там у нас устойчивость? Мы пока не доказали. Мы ничего не... Я не могу ответить на эту вопрос. Можно я встаряну про монотонность? Вот сотрудник Института цитологии и генетики, который вот меня в это дело все затащил, как-то занялся таким сюжетом, когда вот функция не монотонного бывает, а вот стать в одним пиком. И, ну, он окончил сам математический факультет. Тем не менее, и теорему умеет доказывать, а вот тут у него получилось много вычислительных результатов, и там у него и бифуркация, и удвоение цикла, и там и хаос, и дробные размерности возникали. Поэтому, если не монотонная функция, то там могут быть... Ну, не контролируются вот так. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Тогда поблагодарить. Продолжение следует...